В 13.06 в Кирове это интервью. Его сегодня отдает Борис Веснин, заместитель председателя правительства и министр внутренней информационной политики Кировской области. Борис Геннадьевич, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, у микрофона Светлана Занько. Я, как и обещала, продолжаю министерскую неделю в эфире нашей радиостанции. И вот сегодня у нас еще один министр. Вчера была Елена Утемова, с которой, я надеюсь, мы интересно для вас слушатели пообщались, отвечали на вопросы, которые вы присылали на сайтах akero.ru. Напоминаю, что у вас есть всегда возможность задать вопросы нашему гостю. И вот Борису Геннадьевичу два вопроса сейчас, я вижу, поступили на сайтах akero.ru. Один из них очень простой. Я думаю, что, наверное, просто будет ответить. Николай спрашивает, где Никита Юрьевич? Совсем пропал из медийного поля. Имеется в виду губернатор нашей области Никита Белых. Никита Юрьевич на своем рабочем месте. С утра у нас с ним была рабочая встреча. Работа идет в штатном режиме. Никакого исчезновения из публичного поля, на мой взгляд, нет. Просто бывает, скажем так, рабочий график связан с большим количеством публичных операций, а с меньшим количеством. Поэтому никаких системных изменений, сбоев точно нет. Ну, мы наблюдали, те, кто в Фейсбуке подписан, мы наблюдали, что в эти выходные Никита Юрьевич с некоторыми своими заместителями был в буржуме, насколько я понимаю. Да? Насколько я помню, нет. В буржуме была поездка не на этой неделе. Если бы не память изменяет, 24 июля. А откуда фотографии? Понимаете, Светлана, иногда фотографии публикуются не в день проведения мероприятий, а в те ногах, на радио, где новости. Они являются актуальными в течение 15 минут, но бывает, что на Фейсбуке выкладывают даже с недельным опозданием. Вот удивительно. Ну, действительно, давно не было публикаций. Если бы не память не изменяет, в прошлую пятницу была поездка одновременно в Налинский, Малмышский, Уржумский, Вятскополянский район губернатный. Налинский он осматривал строящиеся объекты, корпус центральной районной больницы и строительского фока в Уржуме, встречался с участниками Восемьцовского пленера. В Малмыши, опять же, осматривался строящийся объект здания детского сада. В Альянских полянах было посещение промышленного парка и общение с резидентами, которые там фактически начали работу и совещали по его развитию. Поэтому вот тут требовала насыщенная пятница. Я понимаю, что вопрос Николая. Мы знаем активность Никиты Юрьевича в социальных сетях. Я уверена, что каждое утро представители СМИ открывают его живой журнал и смотрят, нет ли там заметок и блогов. Вот, действительно, давно не поступало. Давайте мы перейдем к вопросу, который, между прочим, перекликается с тем, что прислали на сайт. Галина пишет, чем господин министр, это к вам он обращается, помогает жить органам местного самоуправления на деревне. Деревню влачить жалкое существование. Что вы можете сделать на своем поприще? Есть вопрос? Да, это вопрос, Галина. Смотрите, во-первых, давайте все-таки не забывать о том, что местное самоуправление – это самостоятельный уровень власти, самостоятельный институт. То есть, что вы говорите, по Конституции Российской Федерации не входит в систему органов государственной власти. Это является самостоятельное самоуправление, создается самими гражданами для решения вопросов местного значения. Второе, то есть функция нашего министерства является взаимодействием с органами местного самоуправления и оказанием содействия в решении тех вопросов, которые, собственно говоря, у них так или иначе возникают. В нашем случае это больше все-таки вопрос, скажем, как принцип формирования органов местного самоуправления, административно-территориального устройства и так далее. Если отвечаете на вопрос Галины полностью, то здесь надо, наверное, там, видимо, пересказывать, что-то о работе правительства 2014 года. Потому что, условно говоря, на мой взгляд, программа или инициатив, которая реализуется для того, чтобы сделать жизнь населенных пунктов и сделать жизнь жителей этих населенных пунктов лучше. И качественно их хватает. И, скажем, хотя бы о проекте поддержки местных инициатив, в котором, я уверен, достаточно часто говорится, на Эхо-Московске, в Кирове, на других радиостанциях. Тут самый простой, самый, наверное, очевидный и понятный всем пример. Сейчас как раз начинается заявочная кампания на следующий год. Компаниятором Кировской области Нигитовичем Белых примет решение о том, что проект будет продолжаться и будет развиваться как с точки зрения некоторых качественных изменений, так и с точки зрения объема. Конечно, в следующем году будет больше объема финансирования. Насколько я знаю, сейчас уже начинаются происходить сходы поселения, где люди, собственно говоря, там формируют заявки. Поэтому работа идет. Я пропустила, я думаю, эту информацию по поводу продолжения проекта поддержки местных инициатив. Мы помним, что в прошлом году с этим были сложности. Принималось решение, продолжать его или нет. И тогда Никита Юрьевич заявил, что будет продолжено. Было сокращено финансирование в силу понятных причин. Сейчас в каких объемах будут финансироваться проекты и будет ли изменена, может быть, как-то структура приоритетов в получаемых заявках? Или все те же проекты? В основном, я помню, это были дороги, детские площадки и ремонт, например, если мы говорим о районах, клубах, спортзалах. Ну, если смотрите, во-первых, то, что касается самих сути заявок, их же формируют не органы власти Кировской области, даже не органы местного самоправления, а сами жители. Поэтому говорить о том, как изменится структура или нет, сейчас точно преждевременно, поскольку, собственно говоря, там проходят сходы, на которых сами жители определяют наиболее актуальные для них вопросы. То, что вы говорите, это то, что, собственно говоря, там сами жители формулируют для себя в качестве основной проблемы тех населенных пунктов, в которых они живут. Не думаю, что таким-то образом сильно изменится, но в любом случае это будет зависеть от того, что сами жители решат на сходы. Наверное, об объемах финансирования, которые будут, корректнее будет говорить, когда будет внесен уже проект бюджетных на будущий год, на обсуждение законодательного собрания, где будут заложены эти цифры. Поэтому точно губернатором спормируем он рабочих совещаний, что проект будет продолжаться и будет увеличиваться в объемах. Давайте еще про местное самоуправление. В конце апреля Закцсобрание Кировской области приняло большинством голосов закон об отмене двоевластий в районах. Да? Да. Что происходит сейчас? Сформированы ли комиссии? Наметились ли кандидаты? Мы понимаем, что вступит в действие закон в 2016 году, но тем не менее, есть ли какие-то движения уже сейчас? Или мы ждем до января? Если говорить совсем точными формулировками, то закон уже вступил в действие, но он будет распространяться на правоотношения, которые возникнут, когда действующие органы местного самоуправления отработают свой срок и свои полномочия. Потому что, в самом деле, то, как было сформировано в составе, как правило, глава муниципального образования и глава администрации муниципального образования, они доработают свои полномочия. Это, значит, до сентября 2016 года. В сентябре 2016 года произойдут выборы в муниципальных районах и городских округах, кроме города Кирова, выборы депутатов. И, соответственно, уже на будущий пятилетний цикл будут заходить органы самоуправления, уже будут работать в формате, когда будет, если ничего не изменится в правовой базе, будет глава района, который одновременно будет являться и главой администрации, и будет глава представительного органа, который, опять же, по нашим рекомендациям будет исполнять свои функции на неосвобожденной основе. Соответственно, по нашему мнению, здесь мы, конечно, условно, поддерживаем то решение, которое было принято депутатами законодательного собрания, естественно, участвовали активно в разработке, обсуждении на всех уровнях. Мы считаем, что в общем и целом это правильный путь, когда будет один человек, отвечающий за то, что происходит в муниципальном образовании. Несмотря на то, что у нас, как правило, таких открытых конфликтов между главой муниципального образования и главой администрации в разобрании нет в Кировской области, но, тем не менее, отдельные случаи имеются, и, как вы видите, точно есть почва для выяснения отношений, кто главнее, кто старше и так далее. Поэтому мы считаем, что этот переход, отмена твоей власти, хоть это не совсем корректный термин, скажем, обиходный, да, у нас свой термин, назревшая необходимость, и хорошо, что это было сделано. Тем не менее, некоторые эксперты, когда было принято решение депутатами ОЗС, говорили о том, что в следующем году, когда изберется новый созыв областного законодательного собрания, ему ничто не помешает отменить это поправки. Такая версия существует? А существуют ли возможности такой вот реальности? Ну, строго говоря, даже действующий депутат законодательного собрания, действующий созыв может вернуться к рассмотрению данного вопроса. И, собственно говоря, там здесь ключевым моментом является то, какое законодательство действует на момент объявления избирательных компаний. Избирательные компании, поскольку выбор у нас в сентябре, там, 16-го года, будут объявляться в июне. Вот в том, с тем правовым полем, в которое мы войдем в июнь, так у нас будут формированы в итоге органы на местном самоправлении в сентябре. Соответственно, законодательное собрание также избирается в сентябре. Собственно говоря, там, если депутаты нового созыва будут принимать какие-то решения по изменению структурных органов на местном самоправлении, что вполне допустимо, но потому что не существует застывших конструкций, то это будет распространяться уже только на следующий срок формирования на местном самоправлении. Некоторые депутаты ОЗС высказывались за применение данной нормы и Кирова, и Кирово-Чепецку. Среди них Владислав Гукасов, это лидер фракции ЛДПР Валерий Крепоснов, Василий Сураев, председатель комитета по законодательству и местному самоправлению ОЗС. Есть ли перспективы применения такой нормы и для этих городов? И почему эти два города были вычеркнуты из списка? Почему в Кирове, в Кирово-Чепецке у нас сохраняется прежняя система? Кирово, Кирово-Чепецке, зато Кирово-Мальске, если быть совсем точным. Аргументация в большей степени подходит для города Кирово и Кирово-Чепецка, как вам прекрасно известно, это крупнейшее муниципальное образование нашего региона, два крупнейших города, поэтому основной аргумент был именно с точки зрения масштабов территорий, масштабов решающих решаемых здесь задач, оставить здесь и главу муниципального образования, и главу администрации муниципального образования, расплывающих свои обязанности на постоянной профессиональной основе. Это решение обсуждалось и, собственно, с действующим уходом муниципальных образований, и Ассоциации Совет Муниципальных Образований Красной области, соответственно, нашло поддержку, и в итоге было поддержано большинством депутатов. — Ну, то есть вот я помню, и даже могу процитировать, я советую, навигатор, цитату Сергея Саводонникова, бывшего начальника областного МВД, когда он говорил, что двоевластия — это прямая схема создания коррупционной направленности. То есть вот такая коррупционная направленность в этих двух городах, она, видимо, не такая явная, как в районах. — Я сейчас не совсем понимаю, какая может быть коррупционная направленность в той схеме, которая прямо предусмотрена действующим федеральным законодательством. Потому что все схемы, о которых мы говорим, они все прямо проистекают, то есть 131 федеральный, они все прямо предусмотрены 131 федеральным законом о местном самоуправлении. То есть здесь же там регион, в любом случае, регион достаточно самостоятельный в принятии решений, но политка возможных вариантов решения срога ограничена федеральным законодательством. Федеральные законодательства могут формироваться вот так, вот так и вот так. Дальше определяются регионы. — Это все понятно. — Если есть какие-то коррупционогенные факторы, то они, собственно говоря, должны исключаться уже на этапе формирования. — Просто довод, что Кирова-Чепецк и Киров слишком большие образования, что поставят одного человека, ответственного за весь город, он таким натянутым кажется. — Кажется кому? — Мне, например. И некоторым другим экспертам. В интернете достаточно много это обсуждалось. — Это свобода мнений и свобода мыслей, но при этом, повторюсь, большинство депутатского корпуса, которые избраны тоже... — Этих городов? — Большинство депутатского корпуса, которые, собственно говоря, избраны жителями и представляют жителей Кировской области, проголосовали таким образом. Это не означает, что там ваше мнение 100% неправильное, ошибочное и так далее. — Вы сейчас имеете в виду ОЗС, областные законодательные собрания. Ко полномочиям которого это относится. В областном законодательном собрании работают депутаты, которые избрали жителей Кировской области. Это не надо забывать. Если большинство депутатов так голосуют, то, естественно, они понимают, что мы здесь не пойдем на следующие выборы. Они полномочиями своими избирательными для того, чтобы их представлять в законодательном собрании. Не знаю, это... — Все вопросы к ним. — Почему? — Ну, неправильно говорить, и все вопросы к ним. Мы являем, как бы губернатор подписывал, в конце концов, законы, которые принимаются в Кировской области. А наш блок в данном случае активно участвовал в их разработке. Разговорил о том, что это означает, что это решение поддерживается. И оно не существует в каком-то безвоздушном пространстве из-за того, что... И не означает, что у него нет, скажем, общественной поддержки. — Но перспективы-то есть в применении такой нормы и для этих городов, и для Кирова, и Кирова-Чепетска? — Есть случаи законодательства, это предусмотрено, но, по моей информации, на данный момент, изменения в законодательстве не планируется. — Я напоминаю, что вы слышите интервью с Борисом Весниным, заместителем председателя правительства и министром внутренней информационной политики Кировской области. У вас есть еще возможность задать ваши вопросы на сайте технокиров.ру нашему спикеру. Ну, о выборах мы уже о них заговорили. В 2016 году нам предстоит участвовать в выборах разных уровней. От городской думы, и ОЗС, до Госдумы, и муниципальные будут, да, выборы. — Городской думы не избирают в 2016 году. — Не избирают нашу дубу. — В 2017? — Да. — В 2017 году. Ну, тогда давайте определимся, что у нас в муниципалитете. — В сентябре 2016 года жителям Кировской области предстоит избрать депутатов законодательного собрания Кировской области по одномандатным округам и по спискам. Он прожидает на профессиональной системе депутатов в Государственную Думу. Вот, наверное, было, надо сказать, впереди, депутаты в Государственную Думу, депутаты в законодательном собрании, а также выборы пройдут в Думы муниципальных районов и городских округов, всех муниципальных образований, кроме города Кирова. То есть, городская дума города Кирова была избрана в марте 2012 года на пятилетний срок. — Так, и как говорят сами депутаты, выборы не заканчиваются никогда, то есть работа по подготовке избирателей к этим выборам идет, но Министерство внутренней информационной политики, так скажем, нагрузка возрастает, да? — В том или ином объеме, безусловно, да, потому что, насколько я помню, у нас никогда не было в Кировской области такого масштаба совмещения выборов, представляете, даже избирателю, кроме города Кирова, получат на руки пять избирательных бюллетеней. И это действительно достаточно большой объем просто организационной работы по подготовке такого количества компаний. Я знаю, что в масштабах России достаточно точно не распространенная практика, когда такое большое количество компаний проходит одновременно. И это, соответственно, требует дополнительных усилий как организационного, так и любого другого плана. — Действительно, как людям не запутаться, когда они получают пять бюллетеней на руки? — Что, не знаю, какие схемы, способы проекта вы готовите для того, чтобы действительно выборы прошли настолько открыто и понятно, чтобы каждый пришедший на участок для голосования понимал? И положил бюллетень в ту именно коробочку, которую он нужен? — Ну, коробочка будет одна, поэтому в этом плане больше нельзя. Но, на самом деле, на мой взгляд, ничего, что около принципиально сложного нет, потому что, например, муниципальные, областные и федеральные органы власти. То я, конечно, понимаю, что если со всех сторон пойдет избирательная кампания, как мы там иногда говорим, от любой политической партии, теоретически, их человеку в Думу может постучаться три агитатора. Когда сначала придет агитатор, который агитирует за кандидата по одномандатному округу в муниципальную Думу, потом кандидат, да, агитирует за кандидат в законодательное собрание, потом еще и агитатор, который агитирует за Госдуму. Умножаем, что у нас только там есть парламентские партии, 4, да, 3 на 4, 12, плюс там есть не парламентские партии, плюс, возможно, самого движенца, в определенный момент, конечно, агитаторы будут рисковать, нарваться на не самую нормативную лексику от жителей. Вы, со своей стороны, что-то можете с этим сделать, чтобы человек не получал такую нагрузку? Понятно, что у нас там все партии кандидатов являются самостоятельными участниками процесса, вправе определять сами те формы работы, которые они будут вести. При этом у нас здесь может быть, скажем, такая консультационная и разъяснительная функция. Безусловно, тем вместе с избирательной комиссией будем организовывать информационные кампании по разъяснению жителей, что, собственно говоря, там происходит, какой уровень, какие органы власти, как избираем все соответствующее. Плюс, я помню, что у нас была практика работы общественно-политического совета на уровне главы региона, когда встречались представители всех организаций, парламентских партий и так далее, и договаривались о каких-то просто партнерских принципах ведения избирательных кампаний. Есть практика на прописывание в других территориях договоров по честным выборам и еще такое. Расскажите, пожалуйста, про эту практику. Может быть, мы к этому тоже придем. Может быть, или это уже обсуждается? Может быть. Ну, то есть, какие предпосылки к этому есть? Предпосылки к этому есть в том плане, что, наверное, это является необходимым. Что это для себя представляет? Как минимум, это не является личным. Потому что у нас многие проблемы, так или иначе, возникают от недостатка коммуникации, каких-то проговоров и так далее. Понятно, что, собственно говоря, с точки зрения избирательных кампаний существует огромное количество технологий, которые формально могут укладываться в действующее право или, наоборот, быть спорными, которыми надо разбираться в судах, быть на грани корректности и так далее. Поэтому всегда правильно, когда на входе в кампанию основные участники встречаются и договариваются вести честную и открытую избирательную кампанию без использования каких-либо серых или черных технологий. Это на словах или это какая-то бумага, подписанная сторонами, которые принимают решения? Ну, это может быть как устный проговор, так и есть практика подписания неких бумаг на договоренности о проведении честных выборов. Так, но мы пока не знаем, будет это или нет. Вы считаете, что это необходимо? Мы считаем, что точно как минимум об этом надо. Думать и этим надо заниматься. В какое время начнется уже подготовка? Ну, по большому счету, вот сейчас заканчивается текущий избирательный цикл. 13 сентября пройдут выборы, в том числе и в Кировской области. И у нас останется год до будущих выборов. Фактически это финишная прямая. Но, скажем так, активная фаза избирательной кампании, что обычно стартует где-то за полгода до самих выборов. Ну, я имею в виду самый основной уровень Госдумы. Потому что там уровень Госдумы. Представляешь, что у нас в Кировской области сейчас около 1 миллион 95 тысяч избирателей. Соответственно, избирательный округ будет 550 тысяч избирателей. Чтобы там дойти, достучаться и так далее, нужен большой период по времени. Если мы, допустим, говорим о избрании районной думы Погородского района, в котором около 5 тысяч избирателей, то там, соответственно, меньшие масштабы кампании и они стартуют позже. Ну, где-то там за полгода до выборов стартуют все эти процессы. Я думаю, что здесь вот те вещи, о которых мы с вами говорим, мы точно будем прорабатывать, точно будем прокладывать главе региона о возможности лица собральности проведения подобных. Это будет зима, весна следующего года. Раз уж мы говорили, заговорили о выборах в Госдуму, по Вашим ощущениям, возможно ли изменения в депутатском корпусе или точно они будут, представители Кировской области в Госдуме, ощущается ли там сейчас уже некая борьба между кандидатами, вообще новые кандидаты появляются? Какие-то изменения, безусловно, возможны, при этом у меня нет ощущения, что они будут, знаете, какие-то революционные. Все-таки у нас достаточно сильные депутаты Государственной Думы, если мы говорим там об оппозиционных партиях, то представляющие, каждый из них имеет там депутатов Государственной Думы, представляющие наш регион, многие из них участвовали в губернаторской кампании и имеют сильные позиции в территории и в своих партиях, я думаю, что они, скорее всего, и пойдут в Государственную Думу. Все четыре наших депутата пойдут на выборы, и к ним добавятся. И к ним все четыре наших депутата имеют, я думаю, желание войти на выборы, потому что в итоге все равно решения принимаются и соответствующими партиями. Потому что партия в данном случае является субъектом движения партии на федеральном уровне, выдвигает список кандидатов как по, в целом, так и по одном и датным округам. Соответственно, там все зависит от того, какие решения будут приняты в партиях соответствующих. Мы сейчас имеем лидеров этих рекотделений в Государственной Но при этом мы понимаем, что если ранее выборы проходили только по пропорциональной системе, последние две избирательные циклы были, только по спискам, да, и, соответственно, наибольшие шансы. То есть сейчас и одномандатники? Да, сейчас есть и одномандатники, и я думаю, что все партии парламентские будут стремиться к тому, чтобы на одномандатных округах появились сильные кандидаты, что в конечном итоге там и влияет на рейтинг самой партии на всех уровнях выборов. Потому что при уровне кампании здесь все сопряжено, да, активная работа на любого оппозиционного кандидата в своем округе, не, любого кандидата в своем округе ведет там, в том числе и к хосту рейтинга партии, в чем они все заинтересованы. Поэтому кандидаты какие-то новые точно будут появляться. Давайте поговорим о том, как, собственно говоря, распространяется информация через СМИ в районах области, да, потому что об этом говорили весь, все прошедшее полугодие. Мы говорили о состоянии районных газет, говорили о том, что сокращаются бюджеты не только в районе, но и в городе Кирове. Понимаем, почему, с чем это связано, с тем, что уровень расходов сокращается, оптимизируется все, что только можно. Как это сказывается на вашей работе, с чем вам приходится сталкиваться? Мы говорим об уровне районных СМИ, да? Давайте и районных, и вообще региональных СМИ, присутствие информации. Ну, есть, там, скажем так, два принципиальных блока, да, то есть, там, как известно, правительство Кировской области является учредителем ряда средств массовой информации. В первую очередь, это, безусловно, районные газеты. Районные газеты, которые у нас около САГА, которые выходят в каждом муниципальном образовании, в ряде муниципалитетов, если они в большинстве являются основным и единственным источником получения информации о, собственно говоря, местной жизни, да, именно поэтому правительство выступает их учредителем. То есть, собственно говоря, выступать учредителем СМИ не является основной функцией органовласти, но если бы, условно говоря, в том же, условно-богородском районе, Свечинском, Шабалинском, ряде других, там, мы не поддерживали издания газет, там бы просто не было. Их бы просто не было. С учетом того, что эти территории крайне редко, с разочи того, что у нас 45 муниципальных образований, все невозможно показывали в новостях, да, к сожалению, с учетом того, что новости еще в большей степени ориентированы на негативную повестку дня, если бы этих газет не было, жители бы фактически были лишены такого канала коммуникации, ничего бы не узнавали о том, что происходит в этих территориях. Поэтому поддержку издания гравитных газет, я считаю одним из важнейших приоритетов в нашей работе, то, что мы делали, то, что мы будем делать в будущем, безусловно. Другое дело, что всегда стоит вопрос, насколько эффективно тратится бюджетные средства на эти цели. Но давайте скажем сразу, все-таки бюджетных средств стало меньше и сократились расходы. Бюджетные средства на этот год на районную грезу остались в объеме предыдущего года. Мы изначально зашли в год с нескольким проседанием по поддержке районных газет, но потом еще перераспределение других статей расходов внутри нашего министерства, опять же, вопросов о приоритетах. Мы довели уровень поддержки районных средств до уровня прошлого года. Это когда произошло? Принять последний поправный бюджет. Соответственно, вы сами работаете в СМИ, прекрасно понимаете, что рекламные поступления уменьшаются в целом. Плюс это особенно хотела для территории, где вообще очень небольшое количество рекламодателей. Поэтому, если бы мы снизили объем поддержки районных газет, мы бы рисковали к тому, что они могут там закрыться. Поэтому мы там пока не понимаем точно, какие параметры будут в бюджете следующего года. Даже какие бы они ни было, в любом случае, мы должны тратить деньги максимально эффективно, сохраняя при этом сеть районных газет. Поэтому было принято решение об изменении организационной структуры и управления районными газетами. Ранее у нас было учреждение, которое издавало одну районную газету. То есть, ну, там, 40 учреждений, 40 газет. Соответственно, 40 директоров, 40 главных бухгалтеров и так далее. Было принято решение объединить учреждения, подчеркиваю, учреждения по некому кустовому принципу, оставить 10 учреждений, каждый из которых будет издавать по 3, 4, 5 районных газет в зависимости от компоновки. То есть, если раньше у нас была схема одно учреждение и одна газета, то теперь одно учреждение, несколько газет. Соответственно, здесь будут экономены административно-управленческие аппараты, некоторые сокращения. И мы считаем, что вот эта структура позволит нам, с одной стороны, скажем так, более эффективно использовать деньги, если их станет меньше или еще больше упомет объема рекламы в районных газетах, не допустить запретия районных газет, и с другой стороны, сохранить всю линейку районок и сохранить людей, работающих непосредственно на местах. Потому что, сколько я там работаю, всегда помню, обсуждались разные идеи, еще в предыдущем созависок собрания, говорили, давайте издавать одну газету во всю область, в которой это будет просто индивидуальная полоса, посвященная тому или иному району. Но она говорит, это там возможный путь, но не совсем правильно, потому что все равно уходит некой идентичности, уходит возможность оперативного реагирования на события и так далее. Поэтому каждый те, кто используется, скажем так, точно творческие сотрудники главы, это журналисты, фото-корреспонденты, те, кто, собственно, делают контент. Сократят директорский штат и бухгалтерию. Сократят управленческий штат и возможность сокращения этого уровня корректоров. То есть корректора можно делать в учреждении. А бухгалтерия была общая или тоже у каждой газеты своя? У каждой. И сейчас их объединяет, если сократят штат. Нет, нет бухгалтерии, нет корректоров, обеспечивающих функций. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Через две минуты вернемся. Напоминаю слушателю, у вас есть возможность задать вопрос Борису Веснину на сайте технокирова.ру. Это интервью Бориса Веснина, заместителя председателя правительства имени страны утренней информационной политики Кировской области. Меня зовут Светлана Занько. Мы продолжаем с следующим вопросом. На круглом столе с фондом Андрея Первозванного, где мы оба были, я модерировала, вы там были в качестве гостей и спикера. Я впервые услышала из ваших уст, что теперь правительство вплотную занялось помощью по организации работы, по получению грантов для общественных организаций. Насколько я это поняла, была выработана некая система консультаций, которая призвана помочь общественным организациям в поиске информации по грантам, которых сейчас очень много на разных уровнях, и грамотному составлению, например, заявок, с чем всегда сталкивается, вот с проблематикой, это всегда сталкиваются коммерческие общественные организации. От себя хочу добавить для наших слушателей, для тех, кто постоянно нас слушает, знают, что наши общественные организации в последнее время кое-какие из них поднаторели и получают эти гранты, другие даже не подозревают о существовании большей части этих грантов, хотя помощь государственная оказывается и довольно в серьёзных объёмах часто. Что заставило вас за этот вопрос взяться? Мне кажется, что большинство некоммерческих организаций всё-таки знают о той грантовой системе поддержки, которая существует, при этом она крупно делится на несколько составляющих. Во-первых, наш регион регулярно участвует в конкурсах Министерства экономического развития, получает средства на финансирование проекта в наших некоммерческих организациях, они проходят в региональный бюджет, здесь у основных регионов формируется конкурсная комиссия, которая распределяет гранты между нашими некоммерческими организациями. Обычно мы распределяем по памяти 15-20 грантов, это зависит от стоимости, ну, общее количество зависит от стоимости проектов, и на них поступает, ну, так, 70-80 заявок от разных некоммерческих организаций, согласитесь, это там немало. 30-15-20 грантов сколько весят в денежном выражении? Ну, в денежном выражении в прошлом году было 14 миллионов рублей. 14 миллионов? Да, то есть там гранта 700-800 тысяч, это то, что выходит в бюджет, в наш бюджет региональный. При этом по-крупному существует еще так называемая система президентских грантов, когда из федерального бюджета выделяется средства, по-моему, восьми некоммерческим организациям федерального уровня, которые в свою очередь уже проводят грантовые конкурсы для всех некоммерческих организаций, да. Там достаточно большие средства, если мне не изменяет память, порядка 4 миллиардов, ну, то, что называется, на всю страну, грантовые конкурсы проводят там в три этапа, у нас, в общем, губернатором Кировской области Никита Юрьевичем ставится задача как по поддержке некоммерческих организаций в целом, так и по максимальному привлечению средств для региона, здесь мы, собственно говоря, могли решить там обе эти задачи. Мы проанализировали, в целом у нас некоммерческие организации достаточно активно участвуют в этих грантовых конкурсах, то есть в 14-м году было подано порядка там 90 заявок, если мне изменяет память, но победителями стали всего 3 или 4 некоммерческие организации, согласитесь, там не самые высокие показатели эффективности участия. Поэтому мы в этом году впервые попытались выстроить вот систему подготовки грантов на этом ином качественном уровне, на системном уровне, что называется там порядок бьет класс всегда, да, тем больше, что зачастую у нас это замечательные некоммерческие организации, замечательные проекты, но которые там, не знаю, просто не могут подготовить грамотную заявку, это тоже не самое простое дело, особенно работающие с бюджетными деньгами, это требует неких квалификаций, поэтому мы согласовали подходы с главой региона, в мае провели некую общую встречу для некоммерческих организаций, которые проинформировали, что мы планируем этим системно заниматься. Далее, общество знаний, Кировское отделение провело семинар для некоммерческих организаций по написанию заявок, специалисты знаний нашего департамента оказывали консультационную помощь некоммерческим организациям написания этих заявок, мы мониторили факт подачи заявок, ну и дальше через наших уважаемых депутатов Государственной Думы, через другие механизмы, в том числе через письма поддержки со стороны главы регионов старались сделать так, чтобы наши организации получили больший объем грантовой поддержки. Сейчас прошел первый этап, так называемый грантовый конкурс, в три этапа, каждый этап самостоятельный в данном случае, и собственно говоря, мы третий в прошлом федеральном округе после Татарстана и Нижегородской области, которые, в общем-то, и по населению, и по объему экономики заметно больше у нас, третьих ТУФО, по объему предоставленной грантовой поддержки, и уже сейчас у нас выиграли 10 проектов только на первом этапе, потому что за весь прошлый год было там три или четыре проекта, при этом было подано около сорока заявок, и соответственно, эффективность участия 25%, в прошлом году эффективность участия была там пять процентов. Соответственно, мы видим, что та работа, которая сейчас была нами организована уже сейчас там точно отбилась, извиняюсь, может быть, это не совсем корректный термин, да, уже точно себя там обхавдала в этом плане, плюс нам предстоят еще вторые и третьи этапы, на них, как правило, конкуренции бывает больше, да, но мы также надеемся, что наши некоммерческие организации примут участие, плюс мы будем проводить на оригинальном уровне свой грантовый конкурс. – Вот эти десять победителей, они уже получают гранты, или они должны как раз пройти второй, третий этап? – Нет, они уже получают гранты, то есть каждый этап он самостоятельный. – То есть каждый этап новые заявки? – Да, да. – Ну, можно даже тот же проект отправить повторно, да, но каждый этап, да. – И еще получить деньги. – Это не то, что там ты должен пройти первый, второй, третий этап, это ты на первом этапе, первый этап просто отсечка, там, сумма, две тысячи организаций подали, двести получили гранты, все, следующий этап – новая заявочная компания. – То есть еще предстоит два этапа? – Да. – Хорошо, поздравляю, это хорошие результаты. В этом году было создано Федеральное агентство по делам национальности. Что это за структура? Почему она была создана? Каким образом Ваше министерство с этой структурой взаимодействует? – Ну, собственно, понятно, есть там сфера междунациональных и межконфессиональных отношений. – Да, которые сейчас очень много говорят. – Да, о которых сейчас очень много говорят. Некоторое время ее курируло Министерство культуры, потом эту функцию передали Министерству регионального развития, потом Министерство регионального развития было ликвидировано и было принято решение о том, что эти функции, для исполнения этих функций будет создано отдельное агентство на федеральном уровне, которое раздавило депутат Госдума Игорь Баринов. Соответственно, в основном связи с тем, понимание на федеральном уровне о том, как важно в такой стране, как наше, многонациональный, многоконфессиональный, уделять внимание гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений, как важно реализовывать программы для этого, по этому поводу, что для этого создаётся отдельное агентство. Агентство, если не изменяет память, было создано в апреле, то есть сейчас оно ещё идёт продолжение формирования подходов и так далее. Исходя из того, что я вижу, я считаю, в открытых источниках, агентство для себя считает основными функциями, это реализация федеральной программы укрепления единства российской нации, этнокультурное развитие России, это мониторинг межнациональных отношений, потому что это, наверное, самое важное. То есть, когда там случается некий межнациональный конфликт, не дай бог, да. Мониторинг-то конфликты только или что-то ещё? Мониторинг межнациональные отношения. Ну что это такое, мониторинг межнациональных отношений? Раз попытаюсь рассказать, то есть, намедленно спустимся, да, сгорает. То есть, когда возникает уже какой-то открытый конфликт, не дай бог, там драка или ещё что-то, такое там столкновение, то уже, там, полномочия, так сказать, правоохранительных органов, это уже там ситуация, конечно, традиционно называемая поздно переборжа. Это значит, что это на предыдущем этапе недостаточно эффективно сработали либо органы местного на самом поле, либо органы государственной власти, либо правоохранительной структуры. Кстати, наличие или отсутствие межнациональных конфликтов, недавно там было включено, в прошлом году, ключевой показатель для оценки эффективности органов местного самоуправления является основанием для того, чтобы глава соответствующего милиципалитета, который, собственно говоря, там, ближе всего к земле и всё должен знать и понимать, да, в случае, если в этом территории происходит межнациональный конфликт, он должен уйти в отставку, опять же, там, с точки зрения. Мониторинг предполагает изучение большого количества параметров, большого количества данных и переменных на основании Катопова можно будет сделать вывод о том, что в том или ином территории напрягается, усиливается напряжение в межнациональной сфере. Здесь социологические опросы, как там попастные инструменты, да, там, опросы, экспертные интервью. Здесь, безусловно, там, мониторинг публикации в СМИ и в соцсетях. То, что там, мы все понимаем, в том, что частное значительное количество коммуникаций происходит через соцсети, в основании для мероприятий, в том числе, и там, не самой правовой направленности. Это зачастую собирается через соцсети, да, помню, соседние с нами, Перми. В тот случай, который у нас отдельно рассматривался, там, определённая группа граждан решила пойти на центральный рынок, устраивать драку с представителями разных национальностей, да. Организовывались через соцсети, об этом, соответственно, стало во время известным органом указ власти, органом правопорядка, и это было предотвращено, да. Соответственно, не будь этого мониторинга, постоянно действующего, неизвестно, как бы история законов училась. Плюс, безусловно, изучение данных по преступности, потому что, если мы говорим условно говоря, то, видим, что в условной территории возрастает количество зарегистрированных просто, там, бытовых, там, условно, преступлений, типа, там, хулиганства, драки и так далее, с участием представителей разных национальностей, это, как минимум, повод задуматься, все ли там ладно, да. Потому что, ведь не бывает такого, что сегодня жили все хорошо, дружно, целовались везде, но завтра стали кровными врагами. Все равно, как правило, идет некий процесс, да, как правило, должно какие-то напряжения должно происходить. Соответственно, эти данные также будут собираться, анализироваться, как только где-то будут выскакивать какие-то, там, маркеры или, там, сообщения о том, что, возможно, некое напряжение, там, должны приниматься соответствующие меры. У нас в рамках региона такая система действует, кроме того, воздействует, так называемая, там, мобильная рабочая группа, в которую входят представители нашего министерства, правоохранительного блока, который регулярно выезжает по территории муниципальных образований Киевской области, проводит там там серию встречи, интервью с лидерами общественных мнений, представительный диаспорт, правоохранительные структуры кости муниципального образования на предмет того, как они оценивают то, что происходит в муниципальных образованиях. – Вот с появлением этой новой структуры что-то изменилось в вашей деятельности или, в принципе, все… – Я думаю, что еще не так много времени прошло для того, чтобы говорить о том, что изменилось, что не изменилось, но точно мы понимаем, что эта работа теперь будет длиться еще больше внимания, точно думаю, что будут некоторые новые подходы, и, соответственно, на самом деле это ведь достаточно новая сфера в плане там госуправления, не так давно вообще в принципе было… – Вспомнили они и снова. – Да, не так давно было вообще сформулировано там указание территориям создать соответствующие органы, ответственные за это направление, потому что дает не так давно, по-моему, несколько лет назад еще в правительстве Кировской области структура, в рамках которой было бы в полномочии не существовало. – Да, у нас практически не остается времени, но 15 секунд все-таки это важно мне, как представитель, плюс мне вы говорите, что мониторит федеральное агентство и ваше ведомство в том числе публикации в СМИ, касающиеся национальных вопросов. Не говорит ли это о том, что власть местная заинтересована, чтобы в СМИ появлялось меньше публикаций по этому поводу, о каких-то конфликтах и так далее? – Власть заинтересована, чтобы информация, если появлялась, не появлялась – корректно. Потому что, если мы будем заинтересованы в том, чтобы не было публикаций, все это в итоге рано или поздно плохо кончится. Вот СМИ, помимо всех прочих функций, являются определенным индикатором состояния процессов, происходящих в обществе. Если мы думаем, что не будет публикаций, и все будет хорошо – это не так. Определенные, кстати, публикации реально могут способствовать разжиганию межнациональных отношений, но в целом мы заметили, что объективные публикации были, в том числе как дополнительный инструмент понимания и контроля того, что происходит в территории. – Спасибо. Время закончилось. Борис Веснин, заместитель и председатель правительства Кировской области, министр внутренней информационной политики. – Большое спасибо. – До свидания. Продолжение следует.